Все вы губы помните Моё сердце этим огорчается Позову я друга, позову я тебя Сложность этого мероприятия в том, что надо про себя рассказывать Это как-то неловко Я, извините за нескромность, скромный человек Поэтому лучше бы вопросы были мне тогда как-то В общем, я в ваших руках, пожалуйста Уважаемый Станислав Андреевич, кто наградил вас такой внешностью и талантом? Это проукционный вопрос, я понял Ну, у меня мама была очень красивая Я даже стеснялся её, когда... А мы сельские жители, когда входили в нашу деревню Она меня вела за руку, а я был очень маленький И я как-то почему-то руку отнимал Потому что мама очень красивая была Папа тоже, мне казалось, красивый был Мама работала на скотном дворе, дояркой была Папа был агрономом, потом он военным был человеком Наше детство, оно разделялось как? До войны и после войны У нас в совхозе там сады были роскошные Вишневые сады, яблоневые И на второй день войны 18 парашютов нашли в саду Значит, немецкий десант выпал И рядом у нас был авиационный завод, где самолеты собирали Недалеко железная дорога Немцы прилетали бомбить и завод, и железную дорогу Которая стратегическое значение имела А нас от этих самых ночных тревог Выкопали щели Бабушка все время нас туда Как только заснешь, разбудят, тащат туда Такой сон хороший А тебя туда, в подземелье Я однажды восстал, не пошел Сел на заваленки А рядом видно, какая растата поднимается Такие вот огромные Летающие какие-то Слонов напоминающих, коров Предполагали, что они немецкие самолеты будут задерживать Я сижу, засыпаю Вдруг рядом с нами шесть бомб И дом наш чуть не взлетел И меня куда-то кинуло Я скорее в эту щель с бабушкой подполз За нее спрятался Там под землей Она говорит, вот не слушался Вот смотри, чем хочется могло бы А немцы все ближе, ближе к Дмитриеву Мы видим уже немецкие самолеты, которые над нами летают Сидит пилот в очках, тоже в крагах И вместо звезд кресты мы впервые увидели И тогда наши руководительницы, женщины были Испугались И решили, надо нам в Москву Ну первое, что матрасы повезли Подушки, матрасы Дали три повозки, вывезли В Дмитриеве где-то их поставили, там у забора Потом за нами должны были прийти Мы еще три дня ждали Потом руководительницы не выдержали И дали нам какие-то сухарики Кусочки сахара, торбочки такие Как рюкзачки нам пошили И мы километров 30 пешком шли Пришли на станцию И вот что меня поразило Вот в женщинах есть интуиция В мужчинах тоже это, как выясняется, бывает Но, наверное, редко Мама, чувствуя, что что-то там происходит И она поехала к нам И вот она сошла в поезде с Дмитриевым Если бы она пошла в нашу деревню пешком Она бы попала туда в плен к немцам Она увидела матрасы и надписи Совхоз Отрадная Она остановилась, подумала, что матрасы есть люди Люди же должны появиться Кто-то же владеет этой собственностью А мы идем, подходим к Дмитриеву А уже мост заминирован И бегают солдаты, офицеры И мы 30 человек И нам говорят, все, нельзя, нельзя Три наши руководительницы там толкуются с капитаном Чтобы он нас пропустил, нельзя Потом они как заревут, три женщины Наш хор подхватил этот рев Капитан оценил ситуацию Говорит, только бегом Мы пробежали Сели в поезд Он тронулся очень быстро Отъехали немножко Раздался мощный взрыв Как нам, детям показалось Что поезд куда-то высок Взлетел потом, попал на рельсы И мы приехали в Москву Ну а 5 декабря Началось наступление Немцев стали от Москвы отгонять И появились сибирские полки Все в масхалатах В полушубках Танки шли покрашенные в белый цвет И проходили мимо нас И мы с другом решили на фронт Рануть Пошли в сторону Дмитрова Нас с позором выгнали Мы возвращаемся К себе домой К себе домой Идем, идем Как общественность К нам отнесется Что нас не взяли на фронт Прихожу домой А дома мама лежит, болеет Брат и сестра Холодище страшное Мне 8 лет Ну надо за дровишками Я стою на лыжи Свежий снег Белу двухручную пилу Приезжаю в лес И там болотистое место было Я туда провалился Я начинаю медленно уходить За берега Берега рушатся Я дальше Я так Вот опять же возвращаюсь К женской интуиции Мама почувствовала Что там что-то происходит Встала Больной Тоже на лыжи А след един был Снежок свежий Она по следу Приехала Когда я вот уже так Она тут закричала Я затрепыхался Она дала мне свою лыжину Зацепила меня Вытащила Я остался только В верхней части костюма Зимой Почти 40 градусов Все остальное у меня там В болоте Она на закорке Повезла меня В лес Там у нас бабушка одна жила К ней общественность Странно относилась Все живут в домах В избах Она живет В землянке В лесу Мы туда значит с мамой Она оказалась очень добрая Спустились вниз У нее тепло Жарко Длинный стол И сахар лежит Голотый сахар Кусками лежит Сразу мне чай Запутали И на печку забросили И чаю подают И один стаканчик Второй Третий Все говорят Хватит Я говорю Нет еще Я пью-пью И мне так хорошо Мать говорит Ну все Славка напился Поедем домой Я говорю Нет я не напился еще Мне опять чаю Туда подают Потом бабушка говорит Ну что ты его потащишь Пусть он отоспится здесь Я говорю Да здесь я отосплюсь Мать говорит А как же дрова-то Ну тогда мы с ней встали Поехали Собрали дровишки В эти мешки Приехали Затопили печку У нас И как-то Жизнь началась И стали бороться С фашизмом Мне хотелось Быть там Разведчиком Летчиком Вот воевать Против этих Проклятых фашистов Я бы собственными руками Сволочи Чудовище Сжигать детей Плохо работаешь Генрих Доложи в гестапо Что ты не поймал меня На эту удочку Сейчас ты пойдешь со мной И мы наверное узнаем Что дети спасены Станислав Андреевич Когда вы поняли Что сцены Это ваши И кто вас учил Актерскому мастерству Я правда еще до сих пор Не понял Попытаюсь сформулировать У нас вот Понимаете В совхозе Ну какая работа у женщин В поле работают С утра там Прополка Потом Картошку сажают Потом ее выкапывают Потом корову В 4 утра доить У женщин жизнь Просто соответствует Конвейеру какому-то Ну женщинам хочется Какой-то Богатой духовной жизни А где в наше время Ее можно было найти Только организовать Самодеятельность Вот у нас в совхозе Самодеятельность была Мужики им сбили сцену Так Столовая была такая Рабочая Чуть выдвинули крышу Если дождь пойдет Зрители и так могут посидеть Но артистов уже Начинали жалеть Пусть они Под тентом играют Или под досками Они тоже как ни странные люди И там разворачивались Интересные спектакли Возник коллектив Как я сказал Мама красивая была Она играла все время героиню И режиссер героиню давал Там без вины виноваты И гроза Все она играет А отец К этому занятию Отрицательно относился Он не понимал Как это можно Вот все там С кем-то Это для него Очень тяжелое время было Сам он занимался В музыкальном кружке На мандолины играл И вот когда Наступал момент Когда героические роли играешь Там же опасность Для семьи есть Надо с партнером Или с партнершей целоваться Близкие Не все это правильно понимают И не думают Что это работа Они подозревают все время Ну для отца Это был самый страшный день Когда вот мама Должна была С каким-то конюхом А он играл Тоже героические роли Целоваться Он утром Стаканчик 150 Днем Так как он ждал Что ему не выдержать Днем и все он повторял А уж вечером Когда он приходил Садился с краю В зрительный зал С мандолина И ждал этого страшного момента Когда момент приближался Он выходил на сцену Садился Играл Интернационал Публика кричала Андрей Ты мешаешь нам Прекрати А он еще громче И самое страшное Начиналось потом Ночь Он матери говорит И не стыдно тебе Она говорит А что такое Что такое Как что такое С каким-то конюхом Она на всех глазах А там три деревни съезжались Театр только в нашей деревне был И вот Как же Да это не я Это я ту Которую я играю Да Но я-то тебя вижу Причем Тата Где та Ты же играла А у нас тонкая фанерная стена Такая А там тоже Пара выясняет отношения Та тоже героические Но не такие героические Как мама Играла И тот тоже Шофер такой Злой Говорит А ты что там Мать говорит Отстань от нее Нам сейчас доить Корову идти Что ты к ней привязался Там затихает Отец здесь Как же так Я это И так до утра Вот черт не дал нам И так Черт Кроме черта Они ничего не говорили Я запомнил Злецое слово черт И значение его Потом все успокаивалось Они уходили Отец Как Чапаев В белом В рубашке Садился Брал мольберт Прикалывал Ватман И значит Душью что-то Начинал писать Мы его так облепляли Пап Ты что рисуешь Грачи Прилетели Мы говорим Вон у нас же Четыре картины Это значит Четыре спектакля Он видел Он так вот Боль свою Еще прилетели Вот он все Дорисовал Так вот у нас Ну дальше У нас уже Мы подрастали Возникал уже Для молодежи Драм-кружок Мы с другом тоже Стали туда ходить Ну а потом я Учился в техникум В кислородном сварочном Тоже самодеятельностью Я там занимался Мы все какие-то Призы получали По химической промышленности Первые места И нам стали зал строить Театральный и спортивный Буквой П Вот так Здание было Вот в этом пространстве Значит первый этаж Спортивный Третий театральный И вот значит Заканчиваю я техникум Мне надо сделать Выпускной вечер То есть артистов Пригласить А нам только положили Вот так Пол и доски Положили Еще их не прибили Я иду в Ленком Я очень любил Этот театр тогда Замечательные артисты Гиацинтова Всеволода Ну Берсени Вот театр был тогда Потрясающий Он и сейчас замечательный Но другой совсем Я ходил Я думаю Надо их позвать Я прошу Гиацинтова Чтобы она сыграла Отрывок месяц С деревни Она соглашается Я прошу Значит Пуговкина Почитать стихи Он согласен Кузецов такой Артистский Кинобол Красивый Всех собрал Нужен певец А вот первый раз Я в театр попал Между пионерскую работу Дали в театр Транспорт Сейчас это театр Гоголя Там какая-то сказка шла Ну я поехал Смотреть В эту сказку А у меня были такие сапоги Военного образца С подковами Где-то я в середине Зрительного зала сидел И там значит Идет сказка Я не понимал Как вот артисты Органичны они Ну меня так коробило Что все это не так Ну не так В жизни мы не так разговариваем Не так ходим Я не мог это выдержать Я встал и пошел Загремел этими сапогами Весь зал не на сцену Стал смотреть А провожая меня Залу показал Что мой проход интереснее Чем там Вот Я больше в драматические театры Когда меня премировали За пионерской Я не Не-не-не Не пойду Но однажды я попал В дворец пионеров И приехали Артисты Малого театра Пашенная Вера Николаевна Зуева Турченинова Это грандиозные артисты Вот они вышли Сказали Здравствуйте дети Дети громко сказали Здравствуйте Они Надели на себя Платочки И на моих глазах Они превратились в старушек Времен Островского Я был потрясен Такое Я думаю Вот это театр настоящий Там говорю Наверное что-то не то А у меня друг был Он Любил оперу Он все время в оперу ходил Он говорит Славка пойдем в оперу Я не знал что это такое Я говорю пойдем Мы пришли И Лемешев Ленского поет Ой На меня такое впечатление произвело Особенно когда он Его убили Он упал Зал плачет И я плачу И ловлю себя на мысли Думаю Чего я плачу Он же артист Он поет Мне его так жалко было Я потом еще шесть раз ходил Смотрел и слушал Я пытался докопаться Как же так Условное искусство Опера А такое воздействие С ним в очередь Козловский Иван Семенович пел Но когда вот Лемешев Там падал Убитый Зал плачет А Иван Семенович Бум А с тем никто не плачет Я тоже задавал себе вопрос Почему тот падает плачет А этот упал Никто не реагирует И вот я Вечер Думаю надо Лемешева позвать Я набрался смелости Иду в большой театр Вдруг вижу Лемешев Я знал Когда артисты на репетиции приходят Я все разведал К 11 он идет Перед ним балерина идет Топ-топ-топ Ножками Он идет и говорит Я смотрю какая изящная женщина идет Ну что вы Сергей Ильич Ну что вы Я им прерываю Будь его Говорю Сергей Ильич Здравствуйте Здравствуйте Юноша Я говорю Вы знаете У нас вот В кислородно-сверочном техникуме У нас Вечер Вот Мы вас приглашаем Ну учтите Профсоюз Дает только 13.50 Он долго-долго смотрел на меня Потом говорит Ну пойдемте Подвел меня расписание Вот тут Вот видите Я Ленского Я говорю Да-да Я знаю Я 6-7 раз Да А я говорю А нельзя чтобы Иван Семенович Спел в этот вечер Нет Я говорю Ну извините Вырежу Из большого театра И думаю Кого же мне позвать-то Ов вспомнил Был такой артист Романов Помните такой фильм Тот кто рожден был у моря Тот полюбил навсегда Он пел Сомбреро Ходил И мы Значит его включили в наш список Он согласился за 13.50 И Так А доски днеприбитые Все играют в центре Сцены Там Сидят опытные артисты А ему все надо было Почему-то вот так вот Все на сцену выходить И он выходит И когда он совсем наступил На эту 6-метровую доска Она оттуда раз Ему по башке А я значит в первом ряду Я выскакиваю Хватаю доску Говорю Не надо Ты там Пой Он уходит туда Поет Потом забывается А я доску поправил Положил Потом он выбегает С этой Опять доска Я говорю Я буду стоять Задерживать доски А вы там Ну так вечер прошел Хорошо А потом Я был там В комитете комсомола У меня Совмещал сейчас Как министры И здравоохранения И социальные обязательства У меня тоже Такая роль была Я и по культуре И по спорту был Вот я отчитываюсь А так как зал-то не доделал Доски не прибиты Мы в коридоре В длинном В технику Я докладываю Вот наши успехи Столько-то мы заняли Этого Столько-то мы выполнили Столько-то у нас Грамот Все у нас А зал все время смеется Как хочет Я не понимаю После меня выступает Секретарь партийной организации Надо отдать ей должное Женщина была очень красива Хороша с собой Она дружила с директором Нашего театра Смотрела всех И говорит Вот Показываю пальцы Вот Все смотрят на пальцы А я на нее говорю Че? Вот Ну кто это выступал? Я говорю Я А вы что Не присутствовали? Это же Не Член комитета выступал А какой-то клоун Я обиделся Сразу ушел Не пошел на банкет Походил Побродил А потом еду К себе в деревню Думаю А почему она так сказала Клоун И почему смеялись Стал анализировать Думаю Надо пойти себя проверить Я пошел В Щепкинское сдавать Еще у меня один врач Тоже Когда я хотел разведчиком быть Я из армии вернулся И Хочу разведчиком И написал письмо Берия Лаврентий Павлович Он был министром Мол Прошу Ля-ля-ля Отдам все силы Меня сразу вызвали На второй день Так быстро дошло Как чего просишь Никогда не так А здесь сразу Я пришел на Лубянку Там помню Седьмой подъезд Кажется И там военные чести Я тоже отдаю честь Все нормально Но в штатском Они говорят Что вы в штатском Не размахивайте руками Так Вот К врачу привели Врач должен был исследовать меня Как моя нервная система Он сказал Молодой человек У вас психофизика Я первый раз услышал это слово Она Для нашей работы не подходит Я говорю Что значит Вот у артистов У артистов Может быть Когда я ехал Стану анализировать Думаю Вот врач Сказал психофизика Какая-то у меня Она сказала Как клоун Я потом подумал Все-таки Благодаря партии Я вот решился Совершить этот поступок Но мне надо было Родителей подготовить И значит Сидит отец Смотрит телевизор А там Иван Семенович поет А за ним хор Таким полукругом Стоит И мать сидит с ним Робко смотрит На Козловского Потому что ей Лемешев нравится И Я говорю Вот так и так Мол Я хочу Я не сказал Что уже взяли Я хочу попробовать себя Мама почему-то заплакала Отец сидел Молча Смотрел долго Молчал Говорит Вот ты будешь Как вот он Показав на Ивана Семеновича Иди А если вот кто Как вот За ними не надо А потом так В жизни моей случилось Что на радио Я что-то там записывал А Иван Семенович пел Козловский И потом перерыв Все там сидят В прихожей Разговаривает Я не выдержал Говорю Иван Семенович Вот я Поступал Отец так сказал Ну приедешь Передай отцу Что ты лучше стал Ну он пошутил Конечно Так Добой сынок Старайся без суеты Делай как душа велит Душа нам веру знает Тять Чего ты все про душу говоришь Вот в нашей школе учат Что души вовсе никакой нету А есть рефлексы Чего есть? Рефлексы Но это когда чего-нибудь хочется То слюньки текут Ну это правильно учат А когда вот не хочется Чего текут? Не знаю Об этом нам еще не говорили А Тогда вот слезы горькие текут Когда уж ничего не хочется А велят И не по лицу текут А изнутри И жгут Станислав Андреевич Что для вас вообще Понятие Свой режиссер И удалось ли вам в театре Встретиться со своим режиссером? Ну режиссеры-то все свои были Если по кино Вот Марлен Мартынович Марлен Мартынович Куцеев Снял фильм Застава Ильича Это все про нашу жизнь Про то, как 60-е годы Дали нам возможность Поверить, что Счастье-то Которое мы так долго ждали И которое считали Что все еще Впереди вот-вот приближается Потом вот картину Хрущев стал громить Не согласился Что счастье вот уже Вот-вот придет Четыре года ее корежили-корежили Это режиссер Просто в те годы был Один из В Европе Самый Может быть Их три было Я считаю так Феллини Вайда И Марлен Мартынович Куцеев Я вот снимался у него Слышали анекдот? Двое прыгают с парашютом Дерг кольцо Все идет как надо Вдруг Мимо камнем Третий летит Оказывается Он опять вещь мешок надел Вообще-то это старый анекдот Но смешной Правда? А слышали последний вопрос? Слышали Ты мне звонил, мать, говори Звонил? А что такое? Ничего, нужен был Ну, нужен Ты понимаешь, есть такое слово Нужен А у него вот такая девушка Я ее вчера на Петровке видел А сейчас? А сейчас нет Сейчас все в порядке Мы друзей играем Он нас старался Подружить Коля еще студент был в ГИКО Он из детского дома Определенная психофизика Валька Попов Это товарищ мой Современники Мы работали Нам легче было Вот этот человек Я его так любил И поздравлял Все время С днями рождения Я даже заступился за него Когда его в Париж не пускали В одной делегации Вот так затравили Что он должен был Возглавлять делегацию А его не пускали Я вынужден был обратиться К товарищам Которые через два часа Сказали Пусть едет Это друг Вот для друга Все сделаешь В общем Вот до такого состояния Довели Что он уже Как он выжил Я не знаю И наступил один момент Когда Почти уже картина готова А тут кинофестиваль Показывают Феллини приезжает Восемь с половиной А Феллини Там в интервью Говорит Я хотел бы с Хуцеевым Познакомиться А его не включили Ни в гости Никем не сделали И Марлен говорит Слава Пойдем посмотрим Как там все это Феллини Пойдем посмотрим Не познакомимся Посмотрим Герасимов ему отдал Значок И Марлен как разведчик В наших тех фильмах Прикрепил сюда И мы идем Жара Мы мокрые Долго стояли В гостинице Москва Что-то такое Мятые такие Нас охрана А вы куда Тот показывает Пока не разбирает Мы проходим Это со мной Прошли И зала Большая Там народу битком Сцена И вдруг выходит Феллини Итальянская делегация Джульетто Мазини И он сказал По-итальянски Добрый день Да Мне так приятно Вас тут всех видеть Я вижу очень много Крестьянских Лиц Здесь Публика наша не поняла То ли он С оскорблением сказал То ли с восторгом Напряглись Особенно много там Партийных чинов было Ага И он говорит Ну я хотел бы Познакомиться С Марленеху Все поняли Кто-то говорит Да вот он он С осуждением показали А мы стоим в центре Этой огромной толпы И вдруг Все расходятся По стенкам С лицами А мы их не знаем Вот так стоят А он сбегает По ступенькам Подбегает Федерико Марлен так Трепещущий Марлен Он мне рук сует Федерико Я говорю Слава Он мне говорит Момент Я говорю Пожалуйста По ступенькам И он сбежал Взял Джульетту Мазини Привел ко мне И Марлену Обратите внимание Она говорит Джульетта А я говорю Слава Перевел по-итальянски Говорю Глория О Глория Ну пожал руку Думаю Че это я буду этим Иностранцем Израил Мы тоже Как говорится Ну а дальше Прошли вопрос Ответы И толпа не подошла Мы так стояли Вот так мы познакомились С Феллини Из Джульет И последнее Заканчивая Судьбой нашей картины Потом она была сделана Премьера в Доме кино Она называлась Мне 20 лет И вдруг В три ночи Марлену звонок Марлен Мартынович Вам надо вырезать Еще один кадр И он тут По телефону сказал Все Что о них думал Когда-то И теперь Ну поинтересовался Когда успокоился Какой кадр Хрущева надо вырезать А его в этот день Сняли И вот Премьера Дом кино Демонстрация Как помните Мы идем на демонстрацию И мы машем туда Надо показать Кто там А там был кто Хрущев Кастро Который прилетел Члены политбюро Этих серых Стояли Такой длинный ряд Мы им махали Они нам Как бы тоже отвечали Мы-то их знали Они не нас нет Но тем не менее Они нам отвечали А так как надо было Что-то Марлену сделать Что мы видим Мы машем Обратная точка Нам отвечает Только Кастро А рядом Ни Хрущева Никого И начальники Как реагировать Хрущевы Вырезали А этих Почему отрезали А они В этих 9 метрах Как Марлен говорит Последний Я отрезал 9 метров Больше ничего Не смог сделать Вот так Закончилась Судьба этой картины А через 30 лет Она была Восстановлена В том первом Варианте И вновь показана Под названием Застава Ильича Эта картина Была показана В Италии И она вместе С картиной Лукина Висконти Разделили Первую премию На двоих Многострадальная И совсем Счастливая Вместе сошлись И пополам Поделили Все-таки Справедливость есть Ну что там Мелькать Ну как тут у вас Что нового Ну все новости У Славки Он у нас отец Семенин Там у владелец Правда Слава Правда Вот горло-то получили Врастаешь быт Врастаешь Со страшной силой Врастаешь Вон брак купил Торшер Теперь его ничем Не остановишь Стяжатель Накопитель Как всяк Завистники Я про кино Ну потом Мельников режиссер Ленинградский Замечательный Илья Вербах Прекрасный И потом конечно Меня поразил Никита Михалков Он тоже ходил На Таганку И мы как-то Общались Володя Высоцкий Коле Губенко И он приходил Он был Невысокого роста Когда он еще Был студентом Вот он все Как-то к нам Заходил Заходил Потом я слышал Он в армию шел Иду по Мосфильму Идет какой-то гигант Ну я так по лицу Узнал что это Михалков Я говорю здравствуйте Прошу Он мне поздоровался Думаю Наверное не узнал Наверное я изменился Через неделю Иду по тому же Мосфильму На той же точке Он идет Обнимает Я так вырываюсь Говорю Вы наверное перепутали Меня Нет я вчера Был на спектакле Веранда в лесу У Анатолия Васильевича Эфроса Был такой спектакль Замечательнейший Мы играли там Алик Даль Леша Петренко Лена Коренева Ну естественно Ольга Яковлева Конечно же Да Вот такой ансамбль Был у нас И он посмотрел С Юрой Бухатаревым Приходили И как-то все И пошли дальше А потом вдруг Я знал что Он Обломова снимает Меня вызывают И так Помощница его Очень строго Как будто я уже У них в киногруппе Значит так Станислав Ты вылетаешь 15-го Я говорю Ну сегодня 13-е А ты успеешь Значит билет тебе привезут Я говорю Куда я лечу-то В Киев Я говорю А зачем Там Никита Михалков Я говорю Да он там снимает Паши Лебешев мой друг Оператор Вот ты будешь Репетировать Я говорю А кого Там же все артисты Играют Да нет Он будет снимать 5 вечеров Ты летишь на репетицию И Горченко будет Я говорю Ты меня не разыгрываешь Как же так Он снимает фильм И второй Нет не разыгрываю Ну когда билет дали Я поверил Что все это всерьез Прилетаю Ну первая правда Что я узнал Что Горченко Не хотела бы сама играть Она с Михалковым Хотела играть Ну потом мы подружились Ну в это дело Не в этом Вот как Никита работал Режиссеры сразу начинают говорить Как надо играть Вот они сразу Они нервные Они не выдерживают Я Никиту прошу Никита Ты только ничего не показывай Потому что когда мне показывают Я не могу Я говорю Вот давай так У нас есть время Неделю Это съемок Давай мы просто будем Материал Просто читать Ну ничего не говори Когда я нащупаю человека Я тебе все проиграю И ты вступишь Тогда в дело Чтобы во мне Была инициатива Чтобы я был Свободным человеком И вот он Всю неделю сидел И слушал Как мы читаем Потом мне говорит Слава У тебя один день остается Я говорю Пожалуйста На другой день Я все проигрываю Как я бы стал играть Ильина Он говорит Ну старик Ну ты Ну ты А теперь давай вот так Вот И Предложение А я уже ничего не боюсь Давай Только я его спрашиваю А хватит ли Это в моих возможностях Сыграть так Как ты Предлагаешь Он говорит В твоих Вот это очень важно Чтобы режиссер И жена тоже Мужу говорила Все у тебя хорошо выйдет Чтобы тени сомнений не было В добром пожелании Все будет хорошо Ну а потом съемка Первый дубль Я играю как я Второй дубль Играю его Потом свой дубль Играю Четвертый его Потом он спрашивает Ну хочешь еще Как-нибудь сыграть Я говорю Нет Я уже больше не знаю как Он говорит Так спасибо Съемка окончена Вот такого отношения Такого уважения К актеру в кино Я нигде не встречал Потом он прибегает Утром Говорит Славка Ну ты Первый дубль Кто бы ты так сыграл Ну берем второй И вот все так вот Выбирали Да Так мы работали Ты мной Ты мной Ну что ж Скукожился Главный инженер Тебе что шокирует Ну пошли Пошли Я уйду Когда меня Хозяйка попросит Идем Да Ну ладно Разбирайтесь тут Без меня Пошел Всего доброго Ну и конечно Ну и конечно Анатолий Васильчев Гениальный режиссер Потрясающий Судьба у него какая Как его травили Как ему Как его там Предавали Свои и чужие Метод работы Был интересный у него Не так как вот Скажем Ефремов работал Он актерам Показывал Ну актеры были готовы К этому Он не показывал Как играть А он старался Чтобы актеры поняли Что он задумал Вот я со стороны Смотрел Как они тяжело Вот так тоже Почти на игру И начинают работать А потом он добивался Правды Такой органики Но это все потом приходило Смотрите Как бы вас Не выгнули бы С дома Нельзя по-доброму Так будет По-худому Дом мой И вы Я заявлю права Вы мне Ответите Забранные слова Вы пожалеете Об этих Злобных кознях Замучите Себя во В сокрушениях Поздних О том Что нанесли Обиду небесам Мне указав На дверь Я вам За все Раздам Станислав Андреевич А где вы Познакомились С Марленом Хуциевым Ну как Вот я Ходил По этим самым Нас Нас ассистентки Уже Тогда время Было такое Молодые люди Стали сниматься То мы все Видели Крычкова Я был влюблен Значит Андреев Олеников Мой любимый артист Ну потрясаю Я их всех Любил изображать В нашей деревне Все говорили Похоже Вот Андреев Только не похож Я говорю Почему? Потому что ты худой А он толстый У меня провалы были В этих показах И вот мы с Эриком Марсевичем пришли К одному режиссеру Он на носах взглянул И нырнул И нырнул в свою комнату Там он с другими Репетировал Потом вышел И сказал Ребята Вы в кино-то Никогда не будете сниматься Марсевич оскорбленный Сказал Это почему? У вас морды интеллигентные Ну так как я был из села И у нас зеркала не было Я как-то Не думал об этом А Эдик вспылил Обиделся Когда стал сниматься У Бондарчука В «Войне и мире» Он позвонил этому режиссеру И сказал Вот видите Вы нам с Лепшиным сказали А мы уже снимаемся Потом еще К одному режиссеру позвали Я вошел Он тоже на Мосфильме Так посмотрел И стал в окно смотреть Там где вожди Жили на Ленинских горах Вот на эти дома Ассистентка говорит Он и читает хорошо Он и это Он и Я чувствую у него уже А я стою так вот Я все понял Когда он ко мне Спиной повернулся Стою и думаю Ну что делать Сейчас уходить Или дать ей возможность Договорить обо мне Что-то хорошее еще есть У нее в запасе И тогда она Заканчивая свою речь Аргументы у нее иссякли Она говорит Ну посмотрите на него Он так пытается повернуться Ну посмотрите Какая шея-то у него худая Тут он повернулся Говорит Тем более он не должен Сниматься в нашем фильме Вот после таких вызовов Я уже больше никуда не ходил А тут Говорят Хуциев Какая-то фамилия странная А я говорю А кто он такой Он снял фильм Весна на улице Заречный Я был потрясен этим фильмом Как они там играли Какая жизнь Думаю Какой человек Думаю Пойду издалека Посмотрю Тоже обманет Тоже гадость какую-нибудь скажет Потом переживать будешь Думаю Только издалека Ассистентка Вы как сами подъедете Я говорю Конечно На троллейбусе Приезжаю на суде Горького Ассистентка встречается Сейчас мы Выходит какой-то маленький человек Короткая стрижка Так улыбнулся Я заметил Что у него По-моему Один зуб был Или может быть больше Я отваления не заметил Я все Хуцеев там Да Сейчас Хуцеев Да Он говорит Ну пойдемте Я говорю Пойдемте У меня перспектива Там Хуцеев Он меня взял Как-то под руку Я как-то так Отпрянул За нее зашел И мы идем С ее стороны туда Входим Открывается дверь Там никого нет Я говорю А где Хуцеев Он говорит Это я И он начинает Хохотать И я А так как мы С Марцевичем Все хотели Героические роли Играть Она внушалась Что мы характерные Я тогда не понимал А характерный Это актер Который умеет Разные характеры Играть Это хороший артист А мы все Героические хотели И мы Пиджаки такие носили И даже летом Теплое китайское Белье одевали Оно такое толстое было Мы как На киностудии Мы в теплом белье В китайском Он мне говорит Вы пиджачок Не можете снять А я его В комиссионном купил Такой пиджак Был хороший Но он был тут Протерт Я всего носил Как Жерард Филипп Вот так ходил Такой я к нему пришел Чтоб не видно Что протерт За 15 рублей Ну хороший Сингапурский был Пиджак Он говорит Снимите пиджак Когда я снял Я забыл Китайское белье И он увидел Что я совсем другое Чтоб в пиджаке Говорит Вы будете меня сниматься А кинопроб не было Как снимали Ну он нас подружил С писателями С поэтами Снимали мы там поэтов Ну поэты К нам хорошо относились Они нас даже тоже Андрей Тоже любимого Рекомендовал Мы познакомились С замечательным человеком Виктор Платоныч Некрасов Замечательный писатель был Он Прилетал из Киева Был болельщиком нашим А тут как-то он прилетел На съемках сидит Уже 11 ночи Рестораны закрыты Ну где его Надо же поприветствовать Целый день сидел Две смены Мы едем К площади революции Метро Ну надо что-то хорошее Сделать для него Ну мы говорим Рестораны закрыты Ну что делать Вика Ну что делать Я подхожу Нажимаю кнопку А в метро свет погашен Вдруг вспыхивает свет Там Все на свет посмотрели Пошли экскалаторы Все смотрят туда И вдруг Оттуда подымается Человек с подносом В этой самой Белой папахе Официант В белом костюме Широкий поднос Две бутылки водки Огурцы, помидоры Черный хлеб И выносит Нам и дверь открывается И прямо ему Он ахнул Вот так встретили Нашего писателя А потом Когда мы были на гастролях В Киеве Мы привезли Прошлым летом В Чулеймске Мне повезло Вампилова Все зажимали Зажимали Не давали Его ставят Ни в Москве Нигде И так получилось Что после смерти Вампилова Его разрешили И Володя Андреев В Ермоловском театре Поставил Как Галя Волоча Говорила Многие критики Многие артисты МХАТовские Которые Приходили смотреть Наш спектакль Они Считали Что это Был спектакль Года Но считалось Что вот Этот театр Открыл Вампилова Мне премию За эту роль дали И приезжали Разные Иностранцы Которые хотели Понять Многие считали Что Вампилов Пошел дальше Чехова Я помню Приехал один человек А билетов нет А все боялись С иностранцами Ему говорят Билетов нет Он говорит Я из Нью-Йорка Ну и что У нас тоже Из Можайска Подъехали То билетов нет Он тогда С пятеркой Встал В театр И говорит Я вот из Нью-Йорка Я специально прилетел Посмотреть Прошлым летом Ну ему сразу Билет Мы то потом Ты то давай В свой Нью-Йорк Только там Не ругай Наш спектакль И он посмотрел Пришел за кулисы Его не ждали Не хотели же Вдруг Он же иностранец Какая у него Ориентация Я имею ввиду Политическая Вы неправильно Сейчас подумали Вот Он значит Пришел И сказал Вот такой Талант Как вампилов Он в Америке Вряд ли появился Так грустно Потому что Меня такая девушка Как ты уже Никогда не полюбит Неправда Что неправда Кто ж Позарится То на меня Я вот что-то Не вижу Желающего Может быть Ты кого-нибудь Знаешь Все знают Кроме вас Вот как Вы ничего Не видите Вы слепой Ясно Ты что Это что Серьезно Да Я слепой Но не глухой Живу Правда Жил И ты уверена Что это Это же не может быть Ну что-то Валентина Нашла Объект Для внимания Ты хуже Ничего не могла Придумать Ты славная Девочка Ты прелесть Но Все что ты сейчас Сказала Это же Чистейшей воды Безумие Вот почему-то Людям Вампилов Был интересен А наши Вожди Боялись его А что он там Он только рассказал Про нашу жизнь И грустную И счастливую И печальную Какая дикость была А я знал Что Некрасов Уезжает с мамой Уже за границу И вот Я решил Значит Его позвать Чтобы он Чулимск посмотрел Наш спектакль И пошел А там Ремонт В подъезде И все покрашено Я по памяти Нахожу У него раньше Были в гостях Кнопочку Нажимаю И вдруг Со спины В открытой А к ней сидит Человек со спины Мне говорит Станислав А его дома нет Я оборачиваюсь Говорю Вы откуда Знаете Ну у меня работа такая Я наблюдаю За ним Я говорю Ну вы тогда скажите Что я приехал Мой номер Вы тогда уж Передайте ему Заодно Я понимаю У вас работы Много Вот гостиница Рядом Москва Там прямо На горе И в два ночи Он звонит Говорит Вот Спасибо Я говорю Ну надо же Вам посмотреть Он через два дня Уже выезжал Мама его тоже была Я на улице Встретил За сто метров Отдал билеты И вот он шел Их И человек двенадцать Вот так Как за Козловским Полукругом Все шли Его сопровождали Забавно Все он Смотрит спектакль У меня такая фраза Я о партнерше говорю Вот смотри Вы школу закончили Все же уехали Она делает этот заборчик А ты почему не уехала Она говорит Ну не уехала Я добавляю Ну да Если все уедут Тогда кто же останется Специально для него сказал И он тут пришел к нам В гостиницу Мы тоже ночь сидим Он говорит Я понял На что ты намекал Нет Я все равно поеду И вот так мы расстались С Виктором Платонычем Некрасовым Теперь Как мы встретились Я должен Сказать про Василия Макаровича Шукшинем Он приходил к нам На съемки Они дружили С Марленом Он задумал Снимать Фильм Степана Разина Приехал ко мне домой С сыном моим Не познакомился То есть Димка Не познакомился Он так застеснялся Залез под кровать Что Василия Макарович Ему руку туда Под кровать подавал Давай поздороваемся Так вот Димка Не глядя Кто это Поздоровался Ну не важно Написал Собрал группу Уже выбрал места Вот-вот должны были снимать И вдруг Четыре человека Написали в ЦК И выше Закрытые Рецензию Ну в простом народе Это называется Донос Что он неправильно Значит Искажает образ Степана Разина Роман издан Он там не исказил А в кино Он видите ли Исказит Ну и Отложили И Васю знал кто Четыре человека Я не могу назвать фамилии Он мне их называл Сейчас их в живых нет Неудобно говорить Плохо А об ушедших Только хорошо же надо Видите Так бы он снял фильм А тут он снялся И не доснялся У Бондарчука Ушел из жизни Вот опять же Все связано с Чулимским Так как Все хвалили А он лежал в больнице У него язва была Потом он вышел Он говорит Я хочу посмотреть Чулимский Спектакль у нас очень хорошо Прошел Долго вся публика принимала Зрительный зал стоял А Васю в седьмом ряду Вот так В памяти он у меня остался Зрители расходятся Расходятся Ряды пустеют Ряды рядеют Только стоит один шукшин Хлопает и плачет Никого нет Пустой зал Он один Вот так он у меня В памяти остался Удивительный какой ты Сегодня день Мне кажется Что я в самом деле Начинаю новую жизнь Честное слово Ты можешь смеяться Надо мной Но я Обретаю этот мир заново Как пьяница Который выходит из запоя Все Ко мне возвращается Вот Вечер Улица Лес Я сейчас ехал в лес Трава Деревья Запахи Мне кажется Что я не слышал С самого детства Я дважды был Пытался Вернее Режиссером быть А я нигде не учился Не во ВГИКе Я только радиоспектакль Сделал на радио Позови меня Вдаль Светлую Которую кстати Купили 4 страны Я думаю Мне кажется Мне кажется Что это одна из лучших Ролей в нашем фильме Подзови меня Вдаль Светлую Прошу вас Спасибо Вдаль Светлую Вдаль Светлую Нынче у нас Я говорила С ихним учителем Он говорит Шибко способный Талант говорит А это хорошее дело Хорошее дело Вот ослепнешь А профессия При тебе останется По радио будешь выступать Если ты конечно Хорошо будет получаться Так а Чего он ослепнет Ну я к примеру Молодец что в жизни Может случиться А ну да Ослепнет или без ног Останется А профессия при нем Наш в его руках Я еще писателям завидую Ослепнет Руки и ноги оторвут А он диктует Потому что вся профессия Бровя сконцентрирована Это хорошее дело Сталанты люди крепко живут Картину повезли За границу На кинофестивале А в Манхайме Нам дали 4 премии За эту картину Первый гран-при Премия критиков Потом еще Ватикан нам дал премию И мы узнали Из голоса Америки Голос Америки Передал Я позвонил в госкино Я говорю Это империалистическая пропаганда Смеются над нами Или это все таки Как то Нет Вы получили премию Когда за ней можно приехать Мы ее уже привезли Ну и хорошо Там что то 80 тысяч Или поменьше что то Западно-германских Марок Мерседес 18 Стоил Мне Лидии и Ульянову Из этой премии По 35 рублей Выписали Ульянов хотел С ЦК пойти Поскандалить Как же можно Потом вспомнил Что он сам член ЦК И не пошел Вот Россия чем интересно По-человечески Что столько событий Человек за свою жизнь переживает Нельзя сказать Что жизнь была кратка Напротив Столько впечатлений Событий Но ни один народ Столько не пережил В Бельгии Я был свидетелем В магазин Входит человек Говорит Бутылку армянского коньяка А там говорят Армянского нет Он упал в обморок Это такой удар Что нет коньяка Именно армянского Возьми французского Возьми дагестанского Кизилского возьми Чего ты падаешь В обморок А наш народ Вот он такой Все выдержал Все И как у Володина В пьесе Пять вечеров Вот что я хотел сказать Чем старше человек Тем он Оптимистичней Смотрит на жизнь Ибо лучшее Всегда впереди АПЛОДИСМЕНТЫ